Добрый день! В предыдущих лекциях мы уже разобрались с тем, что из себя представляет методика. И как мы выяснили, методика – это самостоятельная педагогическая дисциплина. Дисциплина, у которой есть свой предмет, цели и задачи. Но самостоятельность в данном случае не означает полную независимость и обособленность от других научных дисциплин. Необходимость изучать методику на междисциплинарном уровне обуславливается ее многокомпонентностью и многоаспектностью. Очень важно понимать, какое место методика занимает среди других смежных дисциплин, что их связывает и что различает. В данной лекции рассказывается, каким образом методика взаимосвязана с такими базисными дисциплинами, как педагогика, психология и лингвистика. Основные вопросы, которые мы рассмотрим далее. Шестой вопрос. Связь методики с педагогической психологией. И седьмой вопрос. Связь методики с когнитивной психологией. Связь методики с другими дисциплинами – педагогикой, лингвистикой, психологией. Сегодня мы поговорим о том, как методика преподавания русского языка связана с другими дисциплинами. Методика, будучи самостоятельной педагогической дисциплиной, неразрывно связана с рядом других наук, таких как педагогика, лингвистика, психология и т.д. Невозможно изучать методику преподавания иностранного языка обособленно, так как процесс изучения языка выходит на междисциплинарный уровень. Педагогика и дидактика. Прежде всего, методика тесно связана с педагогикой и дидактикой. Как известно, педагогика – это наука о теории обучения и воспитания. А дидактика – это раздел педагогики, который занимается теорией и практикой обучения. Дидактика изучает общие принципы обучения, которые могут быть использованы для преподавания любого предмета. Методика, в свою очередь, также является разделом педагогики и одновременно частной дидактикой. То есть, она связана с обучением к какому-либо конкретному предмету, в данном случае русскому языку. Методика и педагогика имеют общую теоретическую базу. Такие понятия, как обучение, образование, воспитание, развитие, овладение, усвоение, были заимствованы из педагогики и нашли новое применение и новое содержание в рамках методической науки. Общедидактические принципы обучения. Методика использует общедидактические принципы обучения, такие как сознательность, активность, наглядность, систематичность, посильность и доступность. Принцип сознательности предполагает глубокое понимание учащимися системы изучаемого языка и стоящих перед ними задач. Практическое применение принципа сознательности реализуется путем использования родного языка учащихся, четкой постановкой целей и задач, включения самостоятельного логического мышления. Принцип активности подразумевает развитие у учащихся способностей к самостоятельному обучению, активной мыслительной деятельности, творческому выполнению различных задач. Принцип наглядности помогает задействовать визуальное и образное восприятие информации. Наглядная информация создает образ сознания учащегося, а активная мыслительная деятельность превращает этот образ в понятие. Принцип наглядности реализуется не только при помощи изобразительных средств, но и при использовании различных языковых средств, например, изучение новых слов в контексте, объяснение новой лексики словами изучаемого языка, использование синонимов и антонимов. Принцип систематичности определяет последовательность подачи учебного материала с целью создания ассоциативных связей и обеспечения преемственности. Принцип посильности и доступности. Согласно принципу посильности и доступности, нагрузка должна быть соизмерима с индивидуальными возможностями и способностями учащихся и соответствовать уровню владения языком. Автономность и специфика методики. При этом, несмотря на общие методические положения и принципы, методика является автономной дисциплиной и имеет свою специфику. Это проявляется в сравнении методики и дидактики на разных уровнях. Различные подходы к целям обучения. В методике существенно различаются подходы к целям обучения. В дидактике приоритет отдается знаниям, как базовому компоненту содержания образования. В методике особое внимание уделяется способам деятельности, то есть коммуникативным умениям. Знания о русском языке в данном случае играют служебную, вспомогательную роль, а в некоторых методических концепциях, например, метод прямого обучения, знания полностью исключаются из процесса обучения. Разные принципы обучения и разные методы. Методика и дидактика опираются на разные принципы обучения и используют разные методы. Методика, как частная дидактика, дает собственную интерпретацию общедидактических принципов и методов. Разное назначение системы средств обучения. Методика и дидактика по-разному определяют назначение системы средств обучения. В дидактике учебник служит для формирования теоретических знаний, а в методике для формирования практических навыков, то есть коммуникативных умений. Лингводидактика, как частная дидактика. Принято также выделять лингводидактику, как частную дидактику, то есть как науку об общих правилах и принципах обучения языкам. Данный термин объединяет в себе теорию обучения языку в самом общем виде – и родному языку, и иностранному. Лингводидактика, как связующее звено. Лингводидактика и дидактика являются смежными дисциплинами. Их роднит то, что обе науки являются общими теориями обучения. Но при этом лингводидактика имеет свой учебный предмет, то есть язык. А это противоречит общей дидактике, которая изучает теорию обучения независимо от специфики учебного предмета. Наличие учебного предмета сближает лингводидактику с предметно-языковыми методиками. То есть лингводидактика является связующим звеном между дидактикой и методикой. Она выполняет роль основы для предметно-языковых методик. Универсальность методики Очевидно, что методики обучения языкам являются разными по своему содержанию дисциплинами. Это связано со спецификой изучаемого языка. Но при этом все предметно-языковые методики Также имеют универсальные подходы к обучению языку И общие лингводидактические принципы Методики обучения родному и неродному языкам Лингводидактика также объединяет методики обучения родному и неродным языкам Например, методики обучения русскому языку как родному и как иностранному Имеют разные цели содержания и технологии обучения Это связано со спецификой процессов овладения первым и вторым языком Однако на уровне лингводидактики выделяется общий объект изучения Русский язык Лингводидактика как основа обучения языку Таким образом, можно сказать, что лингводидактика представляет собой основу обучения языку Которая дает теоретическую базу для предметно-языковых методик Методика, в свою очередь, представляет собой практическую реализацию лингводидактической теории Применительно к определенному языку Связь методики с лингвистикой Лингвистика является базисной дисциплиной для методики Лингвистическая база методики определяется системным характером языка И реализуется в различных аспектах Таких как фонетика, грамматика, лексика, графика и орфография Разграничение понятий язык, речь и речевая деятельность Методика русского языка, как иностранного, базируется на нескольких важных лингвистических положениях Первое положение связано с различным пониманием терминов язык, речь и речевая деятельность Эти три понятия представляют собой разные стороны одного явления Язык – это объективная система знаков, которая не зависит от индивида Речь – это субъективное явление, связанное с индивидуальным владением языком Язык обеспечивает нашу речь понятиями, а речь, в свою очередь, добавляет образность нашему языку Речевая деятельность – это процесс использования языка для общения, обмена информацией, установления коммуникации и т.д. Использование моделей предложений в качестве единицы обучения Представление о языке как о наборе из формальных элементов пришло в методику из структурной лингвистики Согласно базовым положениям структурной лингвистики, язык рассматривается как знаковая система, обладающая точными и однозначными моделями В методике это получило отражение в использовании предложения как модели То есть были проанализированы и выделены наиболее характерные и часто употребляемые предложения и речевые образцы, обладающие свойством коммуникативности Лингвистическая концепция о языковых контактах Третье положение – это лингвистическая концепция о языковых контактах Языковые контакты происходят между изучаемым языком и родным По данным нейролингвистики, полушария мозга по-разному обрабатывают процессы, связанные с владением родным и иностранным языком Считается, что левое полушарие мозга отвечает за родную речь, а правое полушарие обрабатывает иноязычную информацию При этом влияние родного языка на изучаемый может быть как положительным, так и отрицательным Положительное влияние языка называется транспозиция или трансференция Отрицательное влияние – интерференция Стоит отметить, что данная концепция по-разному воспринимается представителями двух основных методических направлений Прямых и сознательных методов Учитывая явление переноса при контакте двух языков Преподаватель должен по возможности использовать положительный перенос и предотвратить отрицательный Лингвистика текста Данное направление лингвистики занимается исследованиями в области закономерности построения текста Его типологии и анализа В методике это может быть использовано для воспитания у студентов культуры речи, чтения, понимания и восприятия образного текста и авторского замысла произведения Риторика Это искусство речи, правила речевого этикета Способы построения выразительной речи На практических занятиях русскому языку, как иностранному, риторические аспекты применяются для воспитания у студентов культуры общения и знакомства со стилистическими особенностями различных текстов Лингвистическое обоснование методики Таким образом, лингвистическое обоснование методики определяется языковым содержанием обучения Отбором и интерпретацией учебного материала Учетом закономерных связей языковых единиц Сопоставлением системы родного языка с системой изучаемого языка Связь методики с психологией Еще одна базисная наука для методики Это психология Изучающая закономерности формирования, развития и функционирования психической деятельности живых существ Психология дает методике теоретическую базу для понимания психологической природы языка Психология устанавливает психологические особенности и закономерности владения иностранным языком А затем помогает методике разрабатывать основные подходы к обучению иностранным языкам Из психологии методика заимствует информацию об индивидуально психологических особенностях усвоения языка, мотивах изучения языка, видов и роли памяти и других психологических явлениях, связанных с процессом овладения иностранным языком Психологические аспекты методической науки Можно выделить несколько психологических аспектов методической науки Первое. Психология обучения Это направление психологии исследует механизмы и закономерности познавательной деятельности Очевидно, что процесс овладения иностранным языком имеет свою психологическую специфику, но в то же время имеются и общие правила обучения для всех предметов Психолингвистика Это комплексная научная дисциплина, исследующая специфичные для данного языка процессы порождения и восприятия Наиболее важными положениями этой дисциплины для методики представляется теория речевой деятельности Которая включает в себя такие основополагающие понятия, как речевая деятельность, механизмы речи, навыки, умения Психолингвистика установила последовательные этапы речи по рождению, а также закономерности речевосприятия Психология общения Владение иностранным языком напрямую зависит от индивидуальных способностей человека к общению От его коммуникативных навыков, от того, как он варьирует свою речь, какие используют языковые средства В рамках данной концепции выделяется несколько видов общения Первое. Общение социально ориентированное Второе. Общение предметно ориентированное И третье. Общение личностно ориентированное Также психология общения рассматривает различные неязыковые средства общения Например, специфические русские жесты Сознательное восприятие языкового материала Согласно данным современной психологии, обучение иностранному языку должно основываться на сознательном восприятии языкового материала То есть учащийся вначале осмысляет языковое явление, усваивает и в результате активной речевой тренировки овладевает необходимыми коммуникативными навыками и умениями Сознательное усвоение иностранного языка необходимо для формирования умения обобщать и абстрагировать изучаемые явления Психологические особенности владения иностранным языком Психологические особенности владения иностранным языком обуславливают коммуникативно-речевой характер учебного процесса Наиболее эффективные типы занятий по русскому языку, как иностранному, представлены в виде наиболее типичных жизненных ситуаций, с которыми учащимся приходится сталкиваться в общении с окружающими на русском языке Владение иностранным языком бывает активное или репродуктивное и пассивное или рецептивное владение иностранным языком Активное владение иностранным языком основывается на речевых навыках и умениях и предполагает интуитивно правильное использование языка Оно достигается в том случае, когда установлены речевые динамические связи материальной и семантической сторон языковых явлений на всех уровнях в фонетическом, грамматическом, лексическом Активное владение иностранным языком помогает свободно формулировать и изъяснять мысли и понимать на слух и на язычную речь При пассивном владении языком человек в состоянии распознавать языковые явления, хранящиеся в зрительной памяти Обычно этого достаточно для чтения и для слушания, но недостаточно для говорения Связь методики с педагогической психологией Три направления исследований Также стоит отметить влияние педагогической психологии на методику Педагогическая психология исследует закономерности развития личности человека в процессе обучения и воспитания Обычно выделяют три направления исследований Психологию учения, то есть психологическое содержание учебного процесса Психологию труда учителя или психологические аспекты профессиональной деятельности педагога И психологию воспитания, то есть вопросы личностного развития Общие вопросы методики и педагогической психологии Педагогическая психология помогает методике в поиске ответов на такие вопросы, как Мотивационная сфера личности, ее ценностные ориентации и нравственные установки Возрастные особенности учащихся, психологические сложности и барьеры, возникающие в процессе обучения Важно отметить, что преподаватель должен не только обучать языку, но и способствовать всестороннему развитию личности в рамках своего предмета Связь методики с когнитивной психологией Еще один раздел психологической науки, который связан с методикой, это когнитивная психология Когнитивная психология возникла в 50-60-х годах XX века, как реакция на бихевиоризм, который стал научным обоснованием многим прямым методам Представители когнитивной психологии отстаивали теорию о преобладающей роли знания в поведении субъекта Методика, в свою очередь, опирается на теоретическую базу когнитивной психологии для изучения роли знания в процессе обучения иностранному языку Общие вопросы методики и когнитивной психологии Благодаря концепциям когнитивной психологии методисты, во-первых, обосновали роль и значение когнитивного, то есть сознательного подхода в преподавании иностранного языка А во-вторых, обозначили новый подход к обучению, центрированный на ученике подход, то есть перенос акцента с преподавателя на ученика Стратегии усвоения В когнитивной психологии есть понятие «стратегия усвоения», то есть совокупность приемов и правил, которые используют учащийся для усвоения учебного материала Методисты также используют данные когнитивной психологии для эффективного обучения учащихся стратегиям усвоения и запоминания Они выделяют два типа стратегий – прямые и косвенные Прямые – это стратегии памяти, когнитивные, компенсационные Они предполагают способность сосредотачивать внимание, самостоятельно планировать свою деятельность и оценивать ее результат Косвенные стратегии – это метакогнитивные, эмоциональные, социальные и т.д. В учебном процессе применяются стратегии приобретения знаний и формирования умений, стратегии хранения учебного материала в памяти и стратегии извлечения материала из памяти Таким образом, согласно теории когнитивной психологии, процесс овладения иностранным языком – это сознательная и осознанная деятельность в первую очередь учащегося Преподаватель в данном контексте направляет деятельность учащихся, способствует их самостоятельному обучению, мотивации и реализации их потенциала Таким образом, подводя итог лекции, можно сделать следующие выводы Методика преподавания русского языка как иностранного находится на стыке основных или базисных для нее дисциплин Это педагогика, психология и лингвистика С педагогикой ее объединяют вопросы, связанные с обучением и воспитанием Методика является частным разделом педагогики То есть, в отличие от педагогики, которая изучает процессы обучения и воспитания в целом, методика имеет узкие предметные рамки В данном случае это преподавание русского языка как иностранного Связь методики и лингвистики определяется языковым содержанием обеих дисциплин Лингвистика обеспечивает методистов фундаментальными знаниями в области языкознания А методисты, используя эти знания, адаптируют их для конкретных условий процесса обучения Также методика тесно связана с психологией Так как процесс обучения иностранному языку имеет множество психологических аспектов Связанных с вопросами усвоения, обработки, запоминания информации А также индивидуальных особенностей восприятия Субтитры создавал DimaTorzok